юзер тб вячеслав я вот познакомился с импрессионизмом с вами и другими художниками с давними в том числе у меня с возникла фраза будущее за импрессионизмом как вы считаете правильно было бы так сказать в отношении живописи нет думаю неправильно но например человек с детства ест все время мясо тяжелое конечно будет считать что будущее за мясоедство а вегетарианец за вегетарианство вот уже будет конфликт будущее просто за жизнью она очень многогранна разные цветы растут в моем огородике она задах даже есть куча такая специальная чтобы они росли лучше и это тоже часть будущего без этой навозной кучи зачахнет все к чертовой матери все и в организме например есть и губы глаза красиво есть и другое и совсем другое и все это живет сосуществует вместе будущее просто за искусством вот культура искусство это на первом месте какие бы ни были люди они приезжают какую-нибудь страну куда они идут но после того как они накатили пивасика куда ну на пляж хорошо сходили вы скажете но кто-то еще сходит догонится там три дня а потом что вот что потом конечно же все идут метрополитен опера или на выставку мане в монако например так мы устроены мы восхищаемся всем лучшим чего достигла человечество культура в мире попробовал бы я сейчас сказать что будущее за импрессионизм вы знаете что сейчас было бы на меня бы накинулись те кто не очень-то любят импрессионизм мне вчера написал кто-то комментарий ну на ютюбе тяп-ляп причем работы написаны на классе по моему в таллине я писал натюрморт с розой и фруктами тяп-ляп но вы представляете какие разные взгляды ведь красота то в глазах смотрящего вот мы все разные один смотрит для него репин вершина мастерства у другого малевич и он все он ничего не может с собой поделать все конец у него сразу перехватывает дыхание он смотрит на черный квадрат или там на белый квадрат и все жизнь кончилась ничего лучше не созданного он не имеет от счастья так что давайте будем ухаживать за разными цветами в нашем огороде главное их поливать юзер ир вы используете черный свет цвет в живописи использую но я всегда выдавливаю ее слева в углу в палитру эту черную краску и очень редко она у меня заходит почему потому что даже самое темное вот в мотиве ну вот сейчас вы смотрите вот ее нужно определить самое темное вот она чего куда но в теплоту или в холод если она в теплоту то значит вы ищете что-то теплое там краплак с коричневым месяцем может чуть-чуть холодного зеленого и все это создает цвет он не черный глубокий цвет если посмотреть на картины мастеров и также с холодным если он холодный то он не черный он с какими-то холодными примесями понимаешь отталкиваясь от этого понимания черная краска как-то все меньше и меньше расходуется друзья вы меня просили давно сделать что-то сделать уроки по простым вещам по простым формам по предметам которые у нас у каждого есть дома идея меня захватила потому что сам учился рисовать простые предметы когда-то давно когда не очень-то умел рисовать путь к творчеству начинается с рисования из живописи простых форм ну давайте посмотрим на работы того же ван гога или матиса простые вещи яблоки вазы цветы но это написано так искренне так просто так захватывающе что очереди стоят в музее чтобы посмотреть их работы каждый день видя как быстро уверенно продвигаются мои студенты те кто у меня занимается на мастер-классах или по урокам онлайн я испытываю огромную радость и в группах всегда есть сильные есть послабее есть слабые но есть группа есть некое сообщество глядя на успехи ваших коллег конечно вам хочется не ударить в грязь и тоже идти в ногу и абсолютно не важно сколько вам лет была ли какая-то художественная подготовка если есть намерение рисовать то курс на который я приглашаю завтра первый урок этого курса будет завтра он бесплатный мы будем рисовать вместе под моим контролем так вот если есть это намерение вашей души заниматься серьезно творчеством я помогу вам на этом пути каждому индивидуально в зависимости от того уровня на котором вы находитесь не бойтесь ничего не бойтесь даже если ваши близкие так посматривают на это на эту затею так с улыбкой придет время когда они будут гордиться вами давайте начнем не знаю буду ли я еще когда-то повторять этот курс сейчас он есть возможность есть записывайтесь на вебинар который будет завтра в 19 часов по москве почему не знаю буду ли повторять потому что все движется все идут быстро вперед будут новые идеи новые курсы этот нужно пройти сейчас набраться опыта сформировать крепкий фундамент рисунка понимание объема простого в пространстве научиться видеть тональные связи компоновать это научиться выделять главное в композиции подчинять ему второстепенное научиться обычными живописными средствами передавать свои ощущения это самое главное на основе тональных связей передать ощущение эмоцию восторг не буквально копируя мотив описать ощущение это путь к ну к мечте к тому чтобы каждая ваша работа была произведением искусства чтобы она звучала как произведение искусства не как скопированная как живописная картинка обычного мотива ведь обычные мотивы у гениев живописи сводят с ума в зрителей обычные простые вещи мне очень понравилась мысль фешина о том что люди которые изображены на холсте на картинах какие-то предметы события все это через какое-то время не будет иметь никакого значения значение будет иметь только одно как это написано и чтобы научиться вот этому как нужно потрудиться давайте работать работать серьезно и так первый шаг это рисунок нужно будет карандаш и бумага 20 числа завтра в 19 часов по москве мы начинаем рисовать потом вы сможете прислать мне свои работы на разбор и каждую работу я я вам разберу и пришлю вам рецензию кто не сможет завтра в это время работать вместе со мной у вас будет возможность еще три дня для того чтобы сделать это задание запись будет выложена после того как я разберу ваши работы я выберу из них самые лучшие несколько и через три дня мы соберемся на прямом эфире я их покажу вам мы с вами подробно познакомимся о том из чего будет состоять этот курс и как мы будем двигаться пока предварительно скажу что в нем 11 уроков мы будем рисовать в ракурсах простую форму чайник который я купил в америке медный потом будем его писать будем писать маслом будем писать творческие будем писать акварелью то же самое будет с гранатом и черешни это фрукты конкретных форм рубленных таких мы будем изучать как их писать творческие то же самое акварелью будет задание подробно обо всем этом я расскажу через три дня после того как вы нарисуете первое задание она бесплатная ну что ж до встречи ссылка на регистрацию под этим видео друзья подписывайтесь на канал если вы этого еще не сделали нажимайте кнопочки всякие ну нравится там есть такая кнопка если нравится комментируйте задавайте вопросы и хочу вам еще показать кино она появится в самой последней заставки окошечком справа внизу называется ревнивый холст ну пока а а а а